доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника мы снова как и всегда на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях об изменениях в новостном фоне о том что происходит с нашими долгосрочными торговыми идеями еще один день безумного ралли рисковых инструментов мне очень понравилась формулировка банка сити которые отметили что рынки на данный момент не идут в ногу с мрачной реальности это действительно так друзья мне не просто комментировать текущий фундаментальный фон потому что мы видим что на признаках очевидных признаках проблем экономических валюты которые стоят за регионами где эти проблемы констатируются они продолжают укреплять свои позиции вот например это отчетливо видно в динамике европейской валюты в динамике фунта а некоторые инструменты такие как австралийц например умудрились и вовсе ведь многомесячные максимумы что происходит с рынком нефти 38 62 бренды wti продолжают карабкаться вверх без какого-либо отката друзья тревожным было за то что рынок так сильно вырос без коррекции еще неделю назад но на данный момент рынок прибавил еще несколько процентов и бренд уперся фактически в сопротивление в 40 и коррекции по-прежнему нету и здесь разбирая фундаментальный фон мне стоит еще раз напомнить вам друзья то что рынок нефти растет сейчас на подтвержденном факте довольно вялого исполнение соглашения в рамках энергетического пакта заключенного в апреле то есть вчера я пробовал донести до вас позицию касательно того насколько чисто плотно и своих обязательствах отдельные регионы на текущий момент можем четко сказать что по итогам на прошлого месяца новая сделка опек плюс соблюдалась чуть больше чем на 70 процентов причем два месяца нужно было бы что чтобы страны постарались и выполнить это обязательство 9 и 7 миллиона по снижению добычи это не так уж и много друзья но они умудрились налажать собственно и здесь поэтому я скептичен в отношении того что у час скоро состоится очередная встреча опека а якобы цель этой встречи согласовать дополнительные меры для балансировки рынка и может быть поднять вопрос о целесообразности еще большего сокращения производства нефти ну допустим да сократят еще сильнее но ведь у нас нету подтверждение доказательств того что эти обязательства будут соблюдаться потому что как показывает уже имеющиеся опыта не выполняется даже сделка по сокращению добычи на 9 и 7 миллиона второй момент на который обращаю ваше внимание это отношение сша и китая до в пятницу во время пресс-конференции трамп не стал касаться а темы первой фазы торгового соглашения и скажем допускать что в этот документ согласованы могут быть внесены какие-то изменения и рынок выдохнул что раз стран сейчас не будет бить по торговой сделке значит но нету какой-то серьезной базы для того чтобы сша китай снова ушли на тропу очевидной конфронтации но не тут то было друзья в пятницу после того как а штаты сообщили о готовности ввести санкции против тех лица которые в китае принимали участие в законопроекте а потом уже в законе у нацбезопасности в гонконге эти санкции позволили китаю изменить риторику и китай сообщил о том что ответные меры обязательно последует и вчера как вы знаете я думаю что это новость молния странно что рынок на нее никак не отреагировал а китай все-таки начали вмешиваться в текущие торговые договоренности потому что по данным блумбергом на текущий момент китай приостановил временно импорт ряда сельхозтоваров из сша мясной продукции соевых бобов и фактически вот это вот решение это и есть нарушение первой фазы торгового соглашения я думаю что ответа сша он обязательно последует поэтому я никак не могу закрыть глаза на факт роста напряженности отношений между двумя ведущими экономиками мира и никак не могу сейчас принижать значимость последствий негативных мрачных для мирового экономического восстановления тогда когда мировая экономика отходит еще от пандемии если чуть-чуть раскрутить опять же эту идею безусловно на рынке остается негативный момент вспомните друзья 2019 год когда мы следили за тем как штаты китай их бодались находились в состоянии торговой войны и только концу 19 года удалось достичь какое-то подобие торговой сделки но рынке на протяжении всего 19 года были довольно сдержанными и сейчас участники рынка настойчиво почему-то продолжают игнорировать тот негативный фон который на рынках присутствует да я прекрасно понимаю что самое простое что сейчас можно сделать это просто действовать по форме сформированному тренду купить американский фондовый рынок купить нефти рисковые инструменты если вы это сделаете вы можете даже заработать друзья в какой-то перспективе я буду рад но прежде всего я призываю вас скажем а зрить в корень и понимать что на долгосрочных дистанциях все эти активы которые относятся к категории риска они обречены на снижение они в принципе должны были снижаться потому что такова сейчас нормальность доллар 97 88 я держу длинные позиции буду продолжать удерживать их и дальше на этой неделе куча макроэкономических отчетов по штатам кстати говоря накануне вышел релиз айсм производственном секторе тоже статистика в принципе разочаровала мы ждем еще большего негатива от американского рынка труда золото 1737 цель 1500 точнее 1750 она скорее всего будет достигнута друзья мы видим то что золото может за одну торговую сессию сделать 20 30 долларов это нормальная динамика уже мы привыкли к такой волатильности поэтому 1750 ближайший целевой ориентир bitcoin 10104 мы снова выше десятки я конечно не буду говорить что на преодоление на сопротивление 10000 мы так легко сможем уйти к нашей советной цели в 12 с половиной тысячи но все-таки каждый раз когда bitcoin забирается выше десятки конечно же ожидания увеличиваются и уверенности трейдеров становится больше что эта цель будет сделана я надеюсь друзья то что вы вместе со мной длинных позиций австралийц против доллара 0 67 89 завтра данные по темпам экономического роста ожидаются слабые цифры если уж и на этих отчетах на этом релизе австралийский доллар не скорректируется но я уж тогда даже не знаю что вас может остановить это уже будем комментировать завтра евро против доллара 1 11 26 германия опубликовала производственный индекс ожидаемо индексы сектора находится на дне собственно 36 и 6 хуже чем прогноз по еврозоне тоже статистика хуже чем прогноза мы ждем заседание европейского центрального банка и сейчас в отношении евро фунта я хочу обратить ваше внимание друзья то что у вас как у трейдеров компания markets есть в арсенале такой индикатор как рыночных настроений кайма вот оценка этого индикатора анализа позволит вам понять где сейчас находятся основные массы трейдеров и по этому индикатору следует то что большинство трейдеров 70 процентов сейчас евро продают при такой динамике друзья то есть когда актив идет против фундаментального фона да мы обращаем внимание на дополнительные фильтры этими фильтрами сейчас является индикация рыночных настроений разворота по паре произойдет ровно тогда когда расстановка сил начнет балансировать то есть приближаться к балансовому уровню и поводом для этого может послужить серьезный фундаментальный фон и мы его мы его ожидаем как раз друзья в этот четверг когда состоится заседание европейского центрального банка по фунту 1 24 83 сегодня стартует переговоры по brexit завтра ждем активность в сфере услуг важнейший релиз для британской экономики и его влияние на фунта должно быть не меньше чем влияние собственно заседание европейского центрального банка на динамику евро друзья не забывайте подписываться на наш канал оставлять ваши вопросы по тем активам которые интересуют и конечно же ставить лайки большие пальцы всем спасибо за внимание всего доброго до свидания